сегодня у нас еще одна история стрельтомасские байки продолжают нас радовать в общем смотрите вчера к нам обратился клиент клиент у которого ноутбук пострадал от вот залить и короче пролил клиент на него какую-то жидкость газировку вроде бы весь такой в панике сразу же побежал в google набрал ремонт ноутбуков и перешел по первой попавшейся ссылке там что-то вроде айти help 24 что что такое набрал перни не набрал там заполняете заявку и вам перезванивают конечно перезвонили приехал мастер когда полили ну на ноутбук жидкость то он работал но грелся сильно тачпад и не работало несколько кнопочек на клавиатуре приехал мастер весь такой пизда ты видимо мастера сузолитики может ремонтировать на дому приехал что-то разобрал там якобы почистил термопасту поменял заставил написать с клиента расписку что он заплатил за качественные услуги где-нибудь здесь ее тоже покажу после его ухода клавиатура вообще перестала работать тачпад как грелся так и греется но они конечно там ему претензии начали высказывать позвонили в эту контору там сказали обязательно разберемся и перезвоним и перезванивают уже три дня очень через три дня клиент уже все-таки пришел к нам важно заметить что клиент сам работает 200 метрах от нас но этот совсем другая история ну что давайте смотреть что там чудо-юдо супер-пупер мастер сделал по оценим качество выездного сервиса кстати за работу он взял две с половиной тысячи рублей ну как сказать заработал ноутбук как не работал так и не работает как грелся тачпад так и греется клавиатура еще хуже стала работать но вообще перестала работать вот в общем давайте смотреть это у нас асер е5 575 g когда его к нам принесли на приемке менеджер хотел его включить но включить не смог ноутбук не включался давайте мы еще раз попробуем его включить так индикация заряда есть так ну на кнопку включения он не реагирует кстати такой ноутбук я уже ремонтировал в одном из моих видео есть вот где-нибудь здесь по ссылочке там как раз была неисправна клавиатурой этом показываю как этот ноутбук включить без клавиатуры потому что здесь кнопка встроена в клавиатуру сейчас мы этот фокус проделываем с этим ноутбуком попробуем может быть клавиатура все-таки до гнила а это что такое сейчас за прикол ну-ка 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 ребят вы это тоже видите вот эти клавиатуры вставлено не до конца плюс она еще какой-то бумажкой приклеена чтобы ее до видимо дальше не вставили ну-ка ну-ка кто мощный скотч двусторонний так давайте жесткий диск поменяю потому что это клиентский рабочий стул мало ли мало ли чё там секретного может быть вдруг клиент против что мы снимаем его ноутбук кстати нам такие претензии иногда поступают кстати здесь в этом ноутбуке есть фиксатор вот он пока крышку не закроете отсека оперативной памяти он не включится от аккумулятора ну это защита от дурака типа оба ноутбук включился но а тачпад действительно греется вот где-то в центре прям ощутимый такой нагрев пока у нас устанавливается устройство я вам хочу рассказать одну небольшую вещь маленькую совсем маленькую вещь заключается она в том что большая часть работы связанной с восстановлению ноутбуков либо любой другой техники пострадавший от залития она связана с работой под одним очень интересным устройством без этого устройства в принципе работа залитыми аппаратами невозможно там ничего не не сделаешь абсолютно я сейчас покажу о чем я вообще сейчас говорю вам это всех тех кто любит вызывать на дом мастеров знакомьтесь его величество микроскоп с помощью него мы уже спасли не одну тысячу залитых ноутбуков никакой никакая лупа не даст нам такой эффект как от микроскопа только под ней можно все тщательно посмотреть пропаять ага а ведь чтобы пропаять тоже нужно какое-то устройство конечно нужно нужен паяльник но это слишком модный паяльник для того чтобы его с собой брать на выезды должен быть хотя бы попроще например такой вот нищебродская паяльная станция вот даже с ней к вам никто не приезжал по-любому или не приезжал расскажите мне пожалуйста в комментариях и у меня конечно же напрашивается один вопрос так какого хрена вы вызываете этих придурков и думаете что они вам что-то могут сделать а когда они покажут что якобы что-то сделали вы думаете что они действительно сделали все исчерпывающее чтобы негативные последствия от залития они устранили вы сидите свято в это верите и продолжайте пользоваться ноутбуком который в конце концов через несколько дней недель месяцев уходит в мир иной вот и все ребятушки я вам показал на пальцах что работа за этими аппаратами невозможно без этих простых вещей так тачпад не работает клавиатура пока что работает ну вообще клавиатура как бы вся работает тут с этим все порядок но тачпад греется явно какое-то замыкание там присутствует поэтому нужно разбирать и смотреть но клавиатура работает ее специально отключили когда они позвонили высказали претензии они сказали в этой чудо мастерской в этом чудо сервисе что его нужно будет надо будет снова мастера вызвать если что придется возможно даже его забрать в их в их сервисный центр который находится непонятно где они объясняют одно головной сервис в уфе местный сервис запчастями находится где-то здесь каком-то неведомом месте в секретном просто так туда попасть невозможно да и сам кто приехал бы да вы лучше бы туда не связывайтесь не звоните выгод лучше мне обращайтесь я решу ваши проблемы но вот уже за две с половиной тысячи он решил как бы взял за воздух не знаю за что уж так тачпад как грелся так и греться ну хотя бы его нужно было отрубить потому что за работу тачпада отвечает мультиконтроллер как бы он может пострадать если он так будет греться а пострадавший мультиконтроллер еще вообще не известно к чему может привести так что я не знаю вообще за что деньги взял ну если ты мне смотришь мастер скажи за что ты взял эти деньги две с половиной тысячи объясни у нас за две с половиной тысячи можно было бы починить тачпад вообще еще бы сдачу могли отдали бы рублей тысячу но мы бы сделали работу от это за что взял кстати этот мастер показал прайс на свои работы клиент сфотографировал я вам сейчас тоже здесь покажу вот вот как надо ребята зарабатывают деньги не то что мы лошьёбли за какие-то тяжелые сложные компонентные ремонты берем две две с половиной там просто за разборку два рубаса кстати сразу хочу вам показать качество разборки это вот он так разбирал и так собрал его ну две с половиной тысячи качеств что вы хотели так ну пока криминала не видно вообще по отсутствию следов подтека можно сказать что на на материнскую плату ничего не попало да тут абсолютно ничего ей не угрожает так теперь посмотрим что тут с тачпадом как раз он греется в этой части ну вот скорее всего контроллер пострадал сейчас мы посмотрим под микроскопом что там творится вообще как вы можете видеть все таки досталось тачпаду есть подгнившие элементы видно что тут что-то пытались отмывать вот этот конденсатор он замкнут вообще я так и не понял почему бы вообще было не отключить тачпад замкнутый тачпад от материнской платы чтобы избежать каких-то каких-то негативных последствий от этого замыкания если ты как бы не умеешь работать с мультиметром да как мы поняли то хотя бы пускай другие мастера поработают но ты хотя бы сбережешь материнскую плату от более дорогостоящего ремонта нет даже не посчитал нужным его отсоединить сейчас мы снимем этот конденсатор ну попробуем запустить плату может быть тачпад заработает все работает ну все ребятушки ноутбук полностью готов к выдаче как видите все работает абсолютно все проверили его вдоль и поперек правда не обошлось и без эксцессов смотрите мы решили проверить а менял ли чудо мастер термопасту сразу обратили внимание на сорванный винт выкрутить так просто его невозможно это показалось странным потому что другие все винты в отличном состоянии возможно хитрый мастер спецом сорвал этот винт чтобы нельзя было по-быстрому проверить результаты его работы с горем пополам выкрутили слизанный винт и ужаснулись видео чип весь в сколах термопаста заменена на какое-то говно мастер соскабливая родную термопасту умудрился сколоть видео чип я не сомневаюсь что винт был мастером сорван нарочно чтобы на месте никто не мог по-быстрому обнаружить этот дефект а если бы это обнаружили в другом сервисе то мастер бы просто бы спер все на них мол в попытках выкрутить сами и скололи этот видео чип я тут ни при чем но клиент оказался очень удачливым несмотря на все эти серьезные сколы видео чип оказался рабочим ну как вы можете убедиться в этом сами видите все тесты графически крутит на ура теперь по стоимости если бы клиент обратился сразу к нам то такой бы ремонт ему вышел в 1700 рублей кстати ремонт это очень легкий вот за эту цену мы бы отмыли материнскую плату от залить и пропаяли бы отремонтировали бы тачпад поменяли термопасту почистили бы систему охлаждения но эта услуга у нас всегда идет бесплатно при ремонте материнской плате ну это понятные вещи мне кажется вот в данном случае мы решили что клиенту ну наверное имеет смысл сделать скидку и эта работа ему обойдется за 800 рублей с огромной скидкой просто с нереальной скидкой потому что мы можем себе это позволить бесплатно сделать я не могу потому что мне тоже нужно что-то кушать какие выводы мы можем сделать а такие что если вам нужен качественный ремонт вашей компьютерной техники вы к таким как мы ни в коем случае не обращайтесь обращайтесь нам после некачественного ремонта потому что когда мы видим что клиент готов отдать две с половиной тысяч за воздух то мы имеем полное моральное право выставить за свои услуги стоимость от двух с половиной тысяч рублей и попробуйте меня обвинить в том что я не прав комментарии для этого существуют пишите что вы об этом думаете а тем кто ищет мастера и мастерскую для ремонта своей техники постарайтесь пожалуйста переходить не по первой попавшейся ссылке при поисковом запросе попробуйте пройти дальше отзывы почитать работы посмотреть ну и так далее и тогда скорее всего вероятно что вы попадете на такого мастера будет минимально на этом у меня все всем пока